Сотни экспертов в области архитектуры и строительства со всего мира собрались на одной площадке в Московском Манеже на урбанистическом форуме. Вместе они должны решить, как сделать мегаполис максимально удобным и комфортным для человека. Об опыте Красноярска на пленарном заседании рассказал мэр Эдхам Акбулатов. Акцент был сделан на новом генеральном плане. Предусмотрено сокращение промышленных зон на 20% к 2030 году по сравнению с той площадью, которая сейчас занимает промышленные зоны. Взамен этого должны формироваться новые жилые комплексы, новые комплексы общественных зданий, лекарационные зоны. Этот опыт очень интересен. Мы договорились с мэрией города Москвы в отношении того, чтобы обменяться здесь, более тесно сотрудничать, для того, чтобы обменяться опытом, для того, чтобы понять, что из московской практики мы могли бы применить в своей деятельности. В обсуждениях приняли участие более 8 тысяч человек из 82 стран мира. Цель участия красноярской делегации – перенять все самое лучшее у динамично развивающихся мегаполисов, чтобы затем применить это у нас. Тем более, что через три года в Красноярске пройдет всемирная зимняя универсиада. Эксперты отмечают, что сейчас наш город развивается в нужном направлении. Красноярск сегодня с тем генеральным планом, который они проработали, имеет колоссальную перспективу. Потому что я, во-первых, посмотрел с профессиональной точки зрения на качество генерального плана. Считаю, что он сделал на очень высоком уровне одновременный генеральный план и ПЗЗ, и транспортная схема. Одновременно увязаны такие проекты, как будущее универсиада. Эксперты отмечают, часто крупные города сталкиваются с одинаковыми проблемами. Среди них комплексный подход к формированию новых микрорайонов и снос аварийного жилья. В Москве на участках, где есть ветхие дома, применяется проект развития застроенных территорий. В нашем городе также применяется подобная практика, когда инвестор за свои деньги сносит и расселяет людей в новые дома. Здесь выигрывают все. Во-первых, инвестор строит жилье, город, потому что аварийный фонд будет полностью заменен за счет средств инвесторов. Как будет применен опыт других мегаполисов в Красноярске, пока говорить рано. Сейчас все будет переосмысленно, и только потом можно будет говорить о конкретных проектах, которые реализуют в Красноярске, чтобы его сделать максимально комфортным для людей. Афонтова, новости.